Господь Моей Он душе И водит потоком живительный злой Дает нас священник Моей Он душе И водит потоком живительный злой Далиной ли смерти придется идти Не буду нуждаться присуду со мной Твой жест и твой посад от радов пути Усталому сердцу даруешь покой Твой жест и твой посад от радов пути Усталому сердцу даруешь покой Под благость и милость мой Боже святой Идут со мной всюду встречания земли Храни меня в мире могучей рукой Пока не прибуду в обитель святы Храни меня в мире могучей рукой Пока не прибуду в обитель святы Слава Богу, братья и сестры Бог дал нам этот прекрасный день И когда-то Давид говорит, что возрадовался я Когда сказали мне, пойдем в Дом Божий В 121-м псалме он говорит Этот человек, он радовался Он хотел быть в общении с Богом Говорит, возрадовался я Когда сказали мне, пойдем в Дом Божий И я думаю, мы сегодня тоже радуемся Почему? Потому что мы пришли в Дом Божий Мы пришли в Дом Божий Там, где прибывает Господь И мы будем готовить наши сердца Чтобы на этом месте Христос пришел в наш дом В наше сердце Я прочитаю одно место И мы будем молиться, призывать имя Господне Чтобы Господь благословил нас Благословило это служение Благословил каждую отдельность из нас И пришел в каждое сердце Место, которое я хочу прочитать Это Луки, 5 глава С 12 стишка Когда Иисус был в одном городе Пришел человек, весь проказе И увидев Иисуса полниц И умолял его, говорил Господи, если хочешь Можешь меня очистить Он простил руку Прикоснулся к нему и сказал Хочу очистить И тот час проказа Оставило его И он повелел ему Никому не сказывать Но пойти показаться священнику И принести в жертву За очищение свое Как повелел Моисей Свидетельство им Но тем более распространялось Молва о нем И великое множество народа Стекалось к нему Слушать и врачеваться от него От болезней своих Слава Богу Братья и сестры Иисус Христос Находился И вот этот человек Который нуждался Весь в проказе Он пришел к Иисусу Он имел веру Он знал Он слышал об Иисусе И он пришел И говорит Господи Если хочешь Можешь меня очистить Говорит Это от твоего Расположения От твоего желания Я нуждаюсь Если ты хочешь Можешь меня очистить И что Христос сказал Хочу очистить И тотчас проказа Оставил его Слава Богу Братья и сестры И сегодня Мы имеем эту Прекрасную возможность Приходить к нашему Господу С нашими нуждами С нашими проблемами С нашими бедами Мы можем приходить к Нему Если есть какие-то проблемы Иисус Христос Говорит Приносите ко мне И мы видим Что Иисус Где находился Приходили к Нему Приносили больных Приносили свои проблемы Приносили всякие нужды И написано Он исцелял всех Но написано Он уходил По стынные места И молился Это была Его сила Поэтому И мы сегодня Будем призывать Его имя И если у нас сегодня Есть нужда Если есть проблема Если есть какая-то Может быть Трудность в жизни Будем приносить К Иисусу И чтобы Он Благословлял Чтобы Он Решал эти все наши проблемы Пускай Бог благословит Мы споем общим пением Славьте Бога Славьте песнопение Славьте Бога Славьте песнопение Славьте Славьте Жизнь и Силь своей Славьтесь 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 Славьте Бога, славьте Бога, славьте всей душой на солнце с собой, славьте Бога, славьте Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, славьте всей душою за Его великую любовь, что от смерти спасона с собой, на христе пролил святую кровь, славьте Бога, славьте всей душой на солнце с собой. душой нас он спас собой славьте Бога славьте Бога слава вечная Ему славьте Бога славьте бесконечно скоро сам по славе Он придет ты своей любовью чудно вечной всех спасенных Господь приведет славьте Бога славьте Бога славьте всей душой нас он спас собой славьте Бога славьте Бога слава вечная Ему слава Богу слава Богу братья и сестры если еще не тяжело сказать как первый брат сказал мы наверное помним такой случай из Слова Божьего из Библии когда после страдания Иисуса Христа впервые ученики делали вечерю любви и мы помним что там написано Христос неожиданно вошел к ним и сказал такие слова мир вам и я хотел бы сегодня немножко поговорить о мире этот порассуждать почитать и с Божьей помощью чтобы эти Слово Божие оно вошло в мое сердце глубже и глубже и в ваши сердца мы все знаем что Иисус Христос примирил нас с Богом и с человеком и послал мир в сердце наше с Богом мы будем читать еще пару мест и там будет говориться каким образом Он нас примирил со Своим Отцом Небесным в этом слове в этой проповеди как бы хотел немножко порассуждать о мире с Богом и с человеком как бы эту тему разделить на две части о духовной части это с Богом мир и о плотской части это больше будет как мир между человеком брат с братом или муж с женой или родители с детьми об этом мире духовный мир и плотской то пускай Господь поможет нам нам чтобы услышать эти слова Божие первое место буду читать первую часть как бы слова этого о духовном мире прочитаю пару мест первое место будет написано Карвинхеном 1 Карвинхеном 5 глава 17-21 стихи написаны такие слова Итак кто во Христе тот новая тварь древнее прошло теперь все новое я буду останавливаться может быть после каждого стиха значит тут написано в 17 стихе кто во Христе значит пребывает живет во Христе тот новая тварь значит уже новый новое творение новый человек дороже старое все прошло теперь все новое стало все новое все Even от Бога Иисусом Христом примирившего нас собою и давшего нам служения примирения значит написано что Христом примирившего нас собою шалифу Примирил нас с Собою и не только примирил, но и дал нам целое служение. Служение, чтобы это служение мы несли с Собою и примирялись друг с другом. Это не просто, а целое служение получается. Знаете, служение есть того, служение того и служение примирения. Это как бы нелегкий труд. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир. Не вменяя людям преступлений их. И дал нам, там написано служение, а тут слово примирения. Итак, мы посланники имени Иисуса Христа. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова. Просим примирить и с Богом. Значит, Он сам просит и увещевает. Апостол Павел пишет, что кто еще не в мире с Богом, то как бы, пожалуйста, примиритесь с Богом. Ибо, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. Чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. В этом месте написано, братья и сестры, что Он все оставил, старое оставил. И как бы сделал за основу человека. И через страдания Иисуса Христа, через Голговский крест, Он примирил нас с Отцом Своим Небесным. Второе место буду читать. Написано. Ефесянам 2 глава 14-18 стих. Тут практически идет одна тема, один смысл. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Значит, Он есть мир наш, сам Иисус Христос, Бог, Он есть мир наш. Соделавшись из обоих одно и соорудивший, разрушивший стоявшую посреди преграду. Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Значит, упразднив вражду, значит, как бы Он уменьшил эту вражду, удалил эту вражду плотью своею. И закон, старый закон, заменил учением своим, заповедями своими, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирил обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Значит, посредством креста Он взял всякий грех, всякую вражду, чтобы только примирить нас с Богом, с Отцом Своим. И пришед, благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Значит, вот эти два места прочитал. И тут практически один смысл говорится, что Он, еще раз повторю, взял грехи на Себя, как бы вражду мира сего, вражду нашу. И Он вознес на крест. И Он был избиваем на кресте за грехи наши, за вражду нашу, чтобы только между нами существовал Божий мир через посланника Сына Его, Иисуса Христа. Вот эти два места, они больше говорят, братья и сестры, о духовном мире, как Иисус Христос, Он нас примирил со Своим Отцом Небесным. Другую часть я теперь хотел бы поговорить, порассуждать и прочитать. Это уже идет мир, который будет говориться между нами, как я сказал, между, может быть, мужем и женой, братом и сестрой, или брат и братом. Другое место буду говорить или читать. Знаете, в предыдущих проповедях мы уже очень много слышали о любви. Один брат очень хорошо говорил о любви, там другой брат говорил о любви, они мне хорошо запали. Но знаете, я хочу совместить, что любовь и с миром, они очень взаимо тесны между собой. И если нету мира, там не может быть и существовать той самой любви. Если нету в любви, в сердце человека, то о каком мире там может говориться? Знаете, это очень близкие такие слова, что они без друга существовать практически не могут. Очень тесны между собою. Я думаю, Христос видел и знал от начала сотворения мира, что в этом мире не хватает или большой недостаток мира, любви. И он, когда пришел к ученикам, он сказал, мир вам. Он как бы принес мир этот Божий, поприветствовал их этими словами. Знаете, когда мы еще жили там, кто как приветствует? Он говорит, мир. Некоторые братья заходят, говорят, мир, мам, братья, сестры. Некоторые говорят, приветствуй. Я был на западной экране, там вообще, говорят, слава Господу. И это все нормально. Но почему-то сам Христос, он когда явился ученикам, он не сказал, браты, браты, как дела, как поживаете, да? Что у вас нового без меня? Как вы прожили это время? Но он сказал, мир вам. Как бы мир мой, я хочу принести вам. И Христос, может быть, через сегодняшнее служение, через сегодняшнее, может быть, короткое слово, он хочет напомнить вам об этом мире, о мире, и вложить, может быть, в мое сердце, или напомнить и в ваши сердца. Самое первое место, это, мы знаем, четвертая глава бытия. Там были два брата, да? И в этой, в четвертой главе, описано, когда они приносили жертву, Кайн и Авель, то младшего брата жертва была принята, а старшего брата, Кайна, жертва была не принята. И там написаны такие слова, и Кайн сильно огорчился, когда он увидел это. Я уверен, и я знаю, когда человек, он сильно огорчается, да? То из него, из его сердца, возможно, уходит та же самая любовь, тот же самый мир, который присутствует в сердце, должен присутствовать. И знаете, он до того огорчился, Кайн, это тяжело представить, что он даже в уме своем положил поднять руку свою на брата. И знаете, так как он не бодрствовал, то он это и сделал, он поднял и умертвил брата своего. Я думаю, Иисус Христос, он увидел с самого начала, с первых людей, что этот мир теряется на земле. И он уже, с самых первых братьев, он уже был потерянный. И я думаю, он, возможно, и сказал, мир вам, как бы, мои дорогие ученики. И он, как бы, своим присутствием на землю сию, он и старался, и примирил нас с Отцом Своим Небесным через Голговский крест. И я хотел бы задать вопрос, дорогие братья и сестры, вот как эти братья, бывает, теряем ли мы этот мир в сердце своем? Не поднимайте руку, а каждый себе задайте вопрос. Знаете, были такие моменты у меня, я сам за себя расскажу, были такие моменты, что и я этот мир Божий потерял в своем сердце. Знаете, такое тяжелое состояние, когда любви не чувствуешь, мира не чувствуешь. Ужасное тяжелое состояние, что бывает, как бы, депрессионное состояние, да? Такие моменты бывают, что иногда неохота видеть никого, неохота ни с кем, может быть, общаться. Заходишь в кухню, и еда даже не лезет, да? Знаете, это такое туманное состояние в человеке, что он, как бы, зомбированный. Он ходит, но видит есть то, то видит небо, земля, но когда человек получает этот мир обратно, то он, как бы, яркими глазами может видеть небо, травку зеленую, деревья зеленые, да? Или снежок на улице. И иногда бывает, разговариваю с человеком, да? И даже на протяжении, может быть, я думаю, у каждого бывало такое, что на протяжении нескольких минут, общаясь с этим человеком, ты даже видишь у него, что у него хватает и что не хватает. Даже видишь по разговору, что у человека, возможно, не хватает любви, не хватает мира. Он когда-то, может быть, возможно, не пободрствовал, потерял мир в сердце своем. Иногда даже по разговору человека, по жестам, по, может быть, виду его уже видно, что человек что-то потерял, человек не хватает. Я буду читать уже о плоском мире, который существует между человеком и человеком. Первое место будет это Иоанна 14, 27. Написаны такие слова. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам». Христос говорит «Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Я хочу остановиться еще немножко на этом стихе. Давайте еще раз я его процитирую и немножко порассуждаю. Я как-то сидел и сам себе вспомнил это место и задумался. Может быть, и смешно будет, но написано «Мир оставляю вам», Христос говорит. Я сидел и думал «Мир мой», Христос говорит, «даю вам, даю тебе». Как бы «даю вам». Я сидел и думал «Мир мой даю вам». Первый раз повторил эти слова сам себе, потом еще раз говорю «Мир мой даю вам». Знаете, я когда второй раз сказал, я как бы больше и больше начал въезжать в эти слова. А потом сижу и третий раз повторяю «Мир мой даю вам». Такие простые слова, да? И знаете, я когда три раза повторил сам для себя, я как бы въехал в эти слова и я их понял. Я как бы разжевал эти слова и понял, что Бог говорит, Христос говорит, «Мир мой», простые такие слова, хочу дать вам. И как бы даю вам. Только от вас зависит принять или нет. Не так, как мир дает. Не так, как мир дает. Мы знаем, как мир дает. Сегодня друзья, извините, может быть по бутылке, да? А когда отрезвели, мир потерянный, очень просто, да? Или два друга, два бизнесмена, они друзья, да? А как только, может быть, перешла тема на финансы, или может быть нужно разделить финансы, да? Ага. И та же самая любовь куда-то ушла, тот же самый мир потерялся, да? И этот Христос говорит об этом мире, который мир дает, в котором мы живем. Знаете, когда-то Гитлер подписал контракт со Сталином о мире. И этот контракт, он недолго просуществовал. Я не знаю, какое короткое время. Полгода или год, или два, или пять лет, не знаю, не вникал. Но этот мир, который дает, этот мир, в котором мы живем, между Гитлером и Сталином, он был разрушен. В один из дней Сталин рано утром, вернее Гитлер, напал на Советский Союз. И в этом контракте, в этом мире было потеряно, история говорит, около 20 миллионов населения, включая солдат. И примерно, около 9 миллионов немецких солдат. Так, это место говорится о том, этот мир, который мир дает, но не Христос дает. И написано, да не смущается, как бы, другими словами, не стесняется, или еще как-то, сердце ваше, и да не устрашается, как бы. Не переживайте, не бойтесь, это мир Божий, который сам Христос дает вам. Другое место буду читать, последние места я буду читать всего по одному стишку, чтобы, может быть, не, чтобы вы не устали. Это будет Филиппийцам, 4 глава, 7 стих. Такие слова написаны. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Значит, мир Божий, который превыше всякого ума, как бы человеческого ума, который соблюдет сердца ваши. Этот мир Божий, если мы Ему даем власть или даем место, чтобы этот мир Божий Иисуса Христа зашел в сердца наши. И написано, как бы, как бы Дух Святой, да, Он будет руководить нами. Тот же самый, и мир Божий, они совместны, будет руководить умом нашим. Написано, Он превыше всякого ума, если мы Ему даем власть, чтобы Он присутствовал, руководил сердцами нашими. Превыше всякого ума. И соблюдет сердца, будет руководить даже сердцем вашим и помышлением вашим во Христе Иисусе. Значит, если мы Ему даем власть, если мы Ему даем место в сердце нашем, то помышления наши даже больше будут во Христе Иисусе, больше будут о духовном. Больше будем помышлять о духовном. Может быть, меньше всякая нечистота мира сего будет касаться нас, будет касаться сердец наш. Еще одно место буду читать. Написано, Колоссянам 3.15. Написано такие слова. «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, в которому вы призваны, призваны в одном теле». Последнее слово написано. «И будьте дрожжелюбивы». Значит, довладычествует, доприсутствует в сердцах ваших мир Божий. Мне кажется, уже ничего нельзя дополнить. «В которому вы призваны в одном теле, как бы с Иисусом Христом». И написано «Будьте дружелюбивы». Как бы, если возможно, ищите мира между собой. Если какие-то были недоразумения между братом и братом, братом и сестрой, мужем и женой. И на другом месте написано, как написано, даже забыл, как написано. О солнце. Да, в дневе вашем, то до того, как смеркать уже будет, то старайтесь, братья и сестры, чтобы найти этот мир между друг другом. Чтобы, знаете, и сон сладкий был, и приятно было спать, и на сердце очень приятно было. Знаете, я почему говорю, почему? Потому что я сам это, это все пережил. Я не чьи-то примеры рассказываю, а я рассказываю сам от себя. Как бы, я сам прошел через это. Когда человек пройдет, ему как бы виднее. Когда он сам переживет. И значит, вы призваны и будьте дружелюбивы. Знаете, очень, может быть, иногда и тяжело найти этот мир. Написано, будьте дружелюбивы, как бы между собою. То да, поможет нам Господь, чтобы мы соблюдали эти повествования. Последнее, прочитаю место. Написано, откровение, 6 глава, 14 стих. Последнее место. Написаны такие слова. Четвертый стих. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир из земли. И чтобы убивали друг друга, и дан ему был большой меч. Самое последнее место, которое я прочитал, в 6 главе написано, что, как бы, сошел рыжий конь на землю. И дана ему была власть взять мир с земли. И дал ему, как бы, был меч убивать людей, делать зло. Смотря на события мира сего в это последнее время, как мы думаем, этот рыжий конь, он идет или он уже присутствует, или он уже есть. Давайте рассудим. Если смотря на историю мира сего, обстановку, да, Украина стреляет, еще убивает до этого времени. Сирия, там война идет. Афганистан, там еще до сих пор есть американские войска. Ирак. Там тоже еще несколько тысяч американского войска есть, хотя уже об этом мало говорят. В этой стране, где мы сейчас живем, да, убивают, стреляют, взрывают, в школы с оружием приходят, убивают учеников, бомбят, насилуют. Полный хаос, полное безобразие. Извините, может быть, некрасиво будет, но я хочу немножко перейти на духовную. В церквях, может быть, сломян или в церквях в это время. Написано, знаете, здесь написано, в этом же стихе. И дан ему большой меч. Меч. Можно сказать, меч это железный, да. Меч этот, в котором пули залаживаются, можно стрелять, убивать. А знаете, что Иаков пишет? О каком мече еще? Меч, который во рту нашим. Там написано такие слова, язык наш подобен обоюдоострому мечу. Значит, языком нашим тоже можно убивать, можно поражать друг друга. Написано, можно благословлять имя Божие и можно проклинать. Одним и тем же языком, одним и тем же мечом. Я не хочу много говорить, но, возможно, этот меч, он сейчас действует и в церквях. Даже, извините меня, может быть, не секрет, что этот рыжий конь, он сейчас пришел в великой ярости на землю. Он уже действует, он уже бушует, он уже поражает, он уже убивает. И он даже вошел в церкви наши, знаете, этот меч маленький, скользкий такой во рту, да? Он столько зла делает между народом, между братом и братом. Много недоразумений, много поражает языком своим, что потом и церкви они раскалываются. И недоразумения между мужем и женой, и сестры с сестрой, между соседями. Этот рыжий конь, он сейчас действует, братья, в великой ярости. Он убивает направо и налево. Братья и сестры, дорогие, это касается мне и каждому из нас. Знаете, я пережил такие моменты и не советую переживать и вам. Может быть, были такие моменты и, может быть, еще кто-то находится в таком положении, что вы потеряли этот мир с Богом. Знаете, если вы потеряли, или я потерял этот мир, или как бы есть у меня мир, но я чувствую, что все равно что-то не хватает, что-то не то. И если у меня нету мира с Богом, то я думаю, между человека с человеком, или братой и сестрой, или брата с братом, никогда не может быть мира. Написано, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, а брата, которого видишь, разговариваешь каждый день, или встречаешься, служишь, не видишь. То, может быть, мы можем даже обмануть сами себя, а то братья и сестры. Если, может быть, у кого-то есть такое положение, то, знаете, никто не может помочь. Только один Сам, Иисус Христос, Бог Живой, Он может помочь. Почему? Потому что Он Сам принес мир в сердца наши через Голговский крест, через пролитую кровь свою. Как я написал, вернее, прочитал два места. Он пострадал, пролил кровь свою за нас, чтобы каким-то образом примирить нас с Отцом Своим Небесным. То, братья и сестры. У меня было такое время, знаете, я не мог найти. Я потерял и любовь, и мир, и то, и другое. Знаете, что я сделал? Я вошел в потаенную комнату, там мне посоветовали, уже и родные советовали. И я встал на колени и сказал, Господи, я уже не в силе, я нуждаюсь в Твоей помощи. И Сам Бог, когда Он видит сердце человека, видит Его искренность, то Он в силе помочь. И я советую, может быть, если вы переживаете или переживали такие моменты, или знаете, я всегда ищу такое оправдание, да? Мы пока живем на земле, то нас все касается. Вот, и прелести мира сего, и касается, может быть, и то, и другое. И, может быть, будут у нас еще такие моменты, то не забывайте. Христос сказал, я даю мир вам. Как бы, я дал мир вам через страдания свои, я принес мир вам. Только зависит от вас, взять его или не взять. Если вы хотите взять, откройте сердце свое Отцу Небесному. И Он, видя желание ваше, без всякого упрека, пошлет и вернет этот мир, эту любовь в сердца ваше. Помните первую любовь? Обычно говорят, или я сам переживал, да, когда человек получает Духа Святого, да, он забывает за все. Я помню, когда я вышел, это был город Линвуд, Вашингтон. Я вышел, такое наполнение было, такая радость была, я практически за все забыл. На кого что имел, я забыл. Или, может быть, меня кто-то обидел, я все забыл. хотелось обнимать, вместе общаться, чай пить, разговаривать. Вот это тот же самый мир Божий, который Христос посылает в сердца наших. Утром, когда встает рассвет, Боже, тебе пою за благодать твою ко мне и за любовь твою. Славу тебе пою за благодать твою. Силы дай мне всегда, красная тебя. Славу тебе пою за благодать твою. Славу тебе пою за благодать твою. Славу тебе пою за благодать твою. Милосты, милосты, милосты и любви. Не хочу я всегда, красная тебя. Слава тебе пою за благодать твою. Градость пришла и открылось сердце мое Этот друг мой Иисус меня посвятил И в силы свет осветил мне каменный путь Пойду в вечной любви, он мне подарит Славлю Господа я и молитвы мои все о том Чтобы радость души пошла в каждый дом Все, что было вчера, унесло слов на курдой рекой Ты мой друг, ты мой брат, Иисус дорогой Я приглашу на вечеринку спадаю Расскажу о себе и о братьях моих Знаю, просил, все, что было, он мне просил Славлю Господа я и молитвы мои все о том Чтобы радость души пошла в каждый дом Все, что было вчера, унесло слов на курдой рекой Ты мой друг, ты мой брат, Иисус дорогой Здравствуй, Иисус дорог, и славлю имя Твое Славлю Господа я и молитвы мои все о том Чтобы радость души пошла в каждый дом Все, что было вчера, унесло слов на курдой рекой Ты мой друг, ты мой брат, Иисус дорогой Славлю Господа я и молитвы мои все о том Чтобы радость души пошла в каждый дом Все, что было вчера, унесло слов на курдой рекой Ты мой друг, ты мой брат, Иисус дорогой Ты мой друг, ты мой брат, Иисус дорогой Мир вам! Этими словами только брат проповедовал И я хочу, чтобы вы этот мир действительно приняли Слово Божие говорит нам, что Когда идешь в дом Божий, то не иди с пустыми руками Аминь? Аминь! Мы должны богословить всеми Как только мы... Кому какой дар Бог даровал Пусть каждый себе посмотрит И у меня есть... Как вам сказать... Это жизненная история Но она очень поучительная Потому что брат, с первым началом собрания Как сказал? Возрадовался я Когда мне сказали Пойдем в дом Божий А дом Божий Откуда он начинает Братья и тетры С наших домов, правда? Если там мир, этот дом Божий живет Мы и сюда придем с миром Божиим Аминь! Аминь! Вот у меня есть рассказ Там некоторые имена Пусть они не смущают никого Но! Пусть каждый посмотрит свою жизнь Живем ли мы так, как есть? Он называется Живет ли Иисус Христос в вашем доме? Был летний осенний день Под вечер, как всегда Все рабочие спешили домой на отдых Между ними шел как будто незаметный Задуманный Николай Сегодня как будто было все хорошо Хотя бы он сильно был утомлен Своей работой, но все-таки потихоньку напевая песню Которая напоминала ему Что-то происшествие Как будто что-то забытое Но Довольное, радостное Минутами ему делало то грустно То радостно Больше всего Радостно было потому Что как будто видел он Из собраний Что-то Забыть никак не может Хотя прошло уже много-много времени Хотя Он был печален Но почему это так происходит Прошло он Только я вспоминаю Минувшее время Мне дело это Радостно, хорошо Но теперь не то время А в самом деле Не то ли Не то и вообще Куда не подмотрят Разве теперь верующие Как раньше были И кажется мне Что я такой самый Но эта грусть Почему-то так входит в мое сердце Так думал Николай И незаметно подошел К самому своему дому Идя от колодца Николай остановился В дверях кухни Он увидел свою жену Она еще готовила ужин И по ее листу Он заметил Что она чем-то смущена И грустна Он пошел в дом С желанием узнать В чем дело Что случилось Посмотрел на свою жену Он спросил Таня Что с тобой У тебя такой вид Как будто ты видела Сегодня какое-то видение Нет Николай Я не видела Николай Я не видела никакого видения Но с того часа Как побывал у нас Этот человек Это удивительная особа После обеда То у меня появилось Такое чувство Как будто я увидела Образ Иисуса Христа Вот как Так тебя Какой-то человек Испугал Кто же Он И как он сюда пришел Мужчина или женщина Мужчина Николай Но я его Совсем не знаю Одно Только ясно Что он Нездешний По своему Поведению Во-первых Он не умело Открывал и калитку Потом подошел К двери Позвонил И открыла ему Он приветливо Усмехнулся И спросил Меня Живет ли Иисус Христос В вашем доме Что Что он спросил Живет кто-то Или живет Кто у нас еще Он меня Спросил Живет ли Иисус Христос В вашем доме И что за Удивительный Такой вопрос Как так Живет ли Иисус Христос А вот Такой Удивительный Николай Подозрительно Оглянулся Кругом себе Ничего не сказал Жене И скоро Вышел из кухни И пошел На улицу Кто бы мог Подумать Что этот вопрос Мог так Подействовать На Николая Что он Не знал Что сказать Своей жене Во время ужина Николай Стал расспрашивать Про этого Тайного гостя Кому же Хотелось Узнать Все наши Потребности В нашей Духовной жизни Видно было Со всего Что Посещение Незнакомого Не давало Ему Покоя Ну скажи Пожалуйста Таня Что ты ответила Когда он спросил Живет ли у нас Иисус Христос Что я могла Ему ответить Я была Так удивлена Его вопросом Что не могла Вымолвить И ни слова Я открыла Рот И посмотрела На него Как будто Он упал Из другой Планеты Ну а Почему Ты ему Не сказала Что мы Мы Принадлежим К церкви Какой Ты удивительный Он Меня не спрашивал Ни про какую Церковь Это Его Наверное Не интересовало Он Хотел Только Узнать Живет ли В нашем Доме Иисус Христос Ну так Но все же Таки Ты могла Сказать Что мы Ходим На собрания А он Меня не Спрашивал Ходим Или мы В собрания Или мы Не ходим Кроме Того Ты сам Знаешь Что много Времени Прошло С того Часа Как мы Были Уже На собраниях Да Ну может Быть И так Таня Я знаю Но время От времени Мы Бываем Все же Там А между Прочим Ты Сама Знаешь Что в собрание Воскресенье Мы не можем Ходить Так как Нужно Пойти На базар А вечером После работы Мы должны Работать Дома Послушай Ты Ты только Голову Морочишь Времени Нет Ну подумай На все время У нас Хватает Только в собрание Ходить Почему-то Не хватает У нас Времени Хорошо Пусть Будете Так Но Но почему Ты не Сказала Ему Что мы Читаем Библию Каждый День А он Меня Не спрашивал Читаем Ли мы Библию Или Не читаем И как Я могла Сказать Что Библию Мы читаем Как Как Нашу Библию Больше Года Как Дети Уже Порвали Нет Ее Дети Нашу Библию Порвали А почему Ты Мне Не Сказала А ты Меня Никогда Не Спрашивал О ней Но Тебе Надо Было Сказать Этому Человеку Что Мы Поддерживаем Церковь Материально А Его Это Не Интересовало Даем Ли Деньги Или Нет И Как Я Могла Сказать Когда Мы Этого И Не Делаем Таня Что Ты Говоришь Ты Ж Должна Помнить Как Когда Мы Давали На Праздники Да Мы Когда Раздавали Давали А Теперь И Не Ходим И Не Даем Но Все Таки Неправильно Ты Поступила Почему Ты Не Сказала Этому Человеку Что У Нас Спальня На Тени Висит Текст Из Библии Правда Гостиная Нет Потому Что Сама Знаю Что Это Неудобно Его Вешать Но Вопрос Был Но Вопрос Был В том Пойми Наконец Что Тот Человек Хотел Узнать Только Одно Живет Ли У Нас Доме Иисус Христос А Почему Ты Не Сказала Что Мы Посвящаем Больных Так Это Было Тогда Когда Мы Только Поженили Ну Хорошо А Этот Человек Что Сказал Тебе На То Что Ты Ничего Ему Не Ответила Он Мне Ничего Не Ответил Он Подружески Поклонился Простился И Ушел После Ухода Я Рассуждала Над Его Вопросом Живет Ли В нашем Доме Иисус Христос Дорогие Друзья Вопрос Стоит Перед Нами Живет Ли Иисус Христос В нашем Доме Если Нет То Послушайте Этот вопрос Живет Ли Христос В вашем Доме Аллилуйя Аминь Будем Помнить Дорогие Мои То Что Бог Он Стучит Разными Путями Разными Средствами Мы Пересматривали Своё Хождение Потому Что Двойной Жизни Богу Не Надо Так Или Нет Библия Говорит Чтобы Мы Жили Одной Жизнью И И Исполняли Волю Его Любя Вы Знаете Уже Коль Я Уже Здесь Вы Меня Пожалуйста Простите Но У меня Еще Есть У У нас Вы Знаете В Шеретане В том Году Было Молитвенное Большое Служение И Было Сказано Духом Святым Большое Пророчество Оно У меня Записано Послушайте Внимательно Это Каждому Оно Из нас Касается Бог Сказал Для всех Не только Именно Для меня Для кого Он Всем Сказал Это Было Сказаны Такие Слова Встаньте Прямо На ноги Ваши Дабы Слышать Божий Голос Который Возвещает Детям Своим Остановитесь На путях И рассмотритесь Где путь Добрый И идите По нему Ибо Это Тот Путь Который Проложил Иисус Христос Который Проложил Через Голгофу Дабы 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 Каждая Душа Могла Найти Успокоение И спасение Итак Будьте Просты Будьте Мирны Будьте Смиренны Дабы Наследовать Тот Путь Который Проложен Идите По нему И не Оглядывайтесь И не Смотрите Все Мир Где Разврат И Нечестие И сказано За нас За родителей Родители Давайте Добрый Пример Детям Вашим Ведите Жизнь Свою Свято Дабы Дети Могли Видеть Любовь Господу В сердцах Ваших И в ваших Действованиях Дабы Это Было Примером Свято Чтите И читайте Слово Господне В семьях Ваших Ибо Это Единственный Ключ Который Отворяет Сердца Для Служения Господу Итак Полюбите Слово Истины Полюбите Хлеб Жизни И Вкушайте Его Как Сладкую Пищу Для вас И Как Приятность Великую И Не Стыдитесь Детьми Вашими Говорить О Боге Говорить О Слове Истины Но Да Будет Это Для вас Ежедневным И Обязательным А Так же Дети Мои Говорю Вам Не Пренебрегайте Хлебом Насущным Ибо Я Дал Ныне Изобилие А Как Много Услышан Ропот А Я Господь Испытывающий Сердца Ибо В моей Руке Послать Изобилие И В моей Руке Послать Времена Голода И Туда Ибо Там Есть Место Твое И Дам Труд Мой Будьте Бдительны И Будьте Милосердны И Помогайте Всем Чем Можете Кто Словом Кто Делом Кто Поддержкою Будьте Бдительны И Не Осуждайте Друг Друга И Не Старайтесь Искать Друг Друге Недостаток Но Лучше Думайте Как Помочь Ему Избавиться От Того Или Иного Недостатка И Как Стать На Правильную Дорогу И Что Будет Назиданием Из Ваших Уст И Что Будет Учешением И Что Будет То Что Принесет Пользу Но Не Осуждение И Не То Чтобы Укорить Кого Нибудь И Будьте Бдительны И Бодрствуйте Ибо Это Говорит Дух Святой Утешайтесь Господом И Близок Господь Ко Всем Призывающим Его В Истине Аминь Да Благословит Вас Господь В Это Утро Воскресенья Мы Прославим Бога За Его Любовь Терпенье Что Прощал Так Много Утром Встали Мы С Постели Есть Во Что Одеться Разве В чем Нужду Имели Восстань Хвалу От Сердца Благодарю Благодарю Тебя Ты Бог Живой Благодарю Тебя За Жреби Мой Благодарю Тебя За Кровь Твою Благодарю Тебя За Жизнь Мою Благодарю Тебя Ты Бог Живой Благодарю Тебя За Жреби Мой Благодарю Тебя За Кровь Твою Благодарю Тебя За Жизнь Мою Не Мальши О Человек Ты Оцени Ту Милость Что Сегодня Над Тобою Солнце Засветилось Что Имеешь Пропитание Пищу И Одежду Где Твое Почитание В чем Твоя Надежда Благодарю Его Он Бог Живой Благодарю Благодарю За Жреби Свой Благодарю Его За Жизнь Твою Что За Тебя Пролил Он Кровь Свою Благодарю Благодаря Благодаря Он Бог Живой Благодаря Его За Жребий Свой Благодаря Его За Жизнь Твою Что за Тебя пролил Он кровь свою. Береги, ищи ты в своей жизни, не клянись к судьбе. Знай, на все есть воля Божья, доверяй Ему. Все придай ты в руки Бога, всех своих детей. В нем благословений много, сердца в полу и зверь. Благодари Его, Он Бог живой. Благодари Его за жребий свой. Благодари Его за жизнь твою. Что за Тебя пролил Он кровь свою. Благодарю Тебя, Ты Бог живой. Благодарю Тебя за жребий мой. Благодарю Тебя за кровь твою. Благодарю Тебя за жизнь мою. Дорогие возлюбленные братья и сестры. Скажем слава Иисусу Христу. За Его милость, за Его любовь, что Он нас привел на это место. Чтобы мы соорудили Ему здесь жертвенник. Жертвенник хвалы Господу. Мы уже привыкаем к служениям. Знаете, много служений у нас так уже традиционно проходит. Но ценишь служением тогда, когда проедешь тысячи километров и не знаешь, где дети Божьи. Где бы с ними вместе соединиться с Господом. Я сам трокист уже год на маленьком троке. Он там стоит, этот трок у брата Вани. Я много уже проехал. Где-то три раза вокруг земного шара за этот год. Тысячи километров. Знаете, много церквей посетил, где вместе прославляли Господа. Бог благословлял. И в Миннесоте, и в Колумбусе, везде. В Огайе, в Кливленде. На Флориде был тоже на служении. В многих церквях, братья и сестры. В Оклахоме, в Линкольне. Хорошие служения, благословенные. Молили за крещение Духом Святым. Бог многих крестил Духом Святым. Слава Господу. И имели хорошее общение. И сегодня тоже брат Ваня говорит, что может вечером делаем молитву за крещение. Если кто-то хочет, потому что Господь так в этом плане употребляет. И на Украине тоже молили за крещение Духом Святым. Для знакомства. Меня зовут Виктор. Фамилия моя Просенюк. Родом с Украины. Хмельницкая область. Жил в Черновцах. Последнее время перед Америкой. Служил Богу там. Имел служение на радио. Нес служение евангелиста. Несколько евангельских точек, где открылись церкви. В Мелицкой области, Тернопольской, Черновицкой. И также на радио тоже Бог разрешил служить. Где-то лет 6-7 служил на радио. Три радиопередачи. Одна на русском языке. Надежда сегодня. Это Сибирь, Россия. Две радиопередачи по Украине. Одна в Мелицкой области. Областное радио. Живая вода. И одна передача на Западную Украину. Это семейный библейный час. Тоже через остров Сайпан. Записывали в Черновцах. Там ведущая была Людмила Полий. Такая Полия есть. Семья. И вместе с ними трудился на радио. Это так для знакомства. Имел служение тоже. Мы жили в городе. А члены мы были в селе. Люди приезжали туда на работу. Не могли в село ехать в церковь. У него служение как бы молитвы в городе. У нас в доме была молитва около 10 лет. Был как ответственный. Благословение братьев. Потому что люди не могли ехать в село. И так же была и молитва. Многих Бог крестил Духов Святым у нас в доме. Начал с нашей дочери. Господь ее крестил первую. И так же молились и за исцеление. Бог исцелял. Я кратенько хочу сказать свидетельство сейчас о моем. Как Бог меня призвал с этого мира. Потому что я не с верующей родни. У меня никого верующих не было. Я сын коммуниста был. Вырос в семье коммуниста, братья и сестры. Более того, отец был ответственный. Как бы в партии. Он был секретар партеронизации. Председатель колхоза. В Хмельницкой области. И я вырос в такой семье. К сожалению, Библии не было в семье. Одна бабушка старенькая молилась Богу. Как умела. У нас даже православной церкви не было в селе. Потому что в 30-х годах новый православный храм разрушили. Разобрали. И с Богом закончили. Вот такое село было. Таких сел там много. На Хмельничине. Винницкая область. Очень мало даже православных храмов было. Братья и сестры. Такая была политика. И вот в такой семье, в таком селе я вырос. Библии не видел. Отчинажды не знал. Ничего не знал. Не умел молиться. Бабушка молилась. И всегда говорила мне. Так как ее научили. Она даже в храмы не ходила. Бо храма не было. Но ее научили еще родители. Ее молиться. И она говорила мне. Сынок, каже. Где будешь? Везде говори. Господи, помоги мне. Вот это я точно запомнил. Хоть и был сын коммуниста. Но я всегда где учился, где ходил. Всегда говорил. Боже, помоги мне. И Бог помогал, вы знаете. Хоть и не знал Бога. Но Бог помогал мне. И детство прошло, как сказал, в семье коммуниста. И много раз Господь спасал от смерти. Один раз втонул в речке. Мой брат двоюродный прыгнул, меня спас. Я уже был на дне. Как сейчас помню, вы знаете. Ну, Бога не знал, но Бог уже в том возрасте меня знал. Господь говорит, даже уже знал я тебя в утробе твоей матери. Слава Ему. Хоть мы еще были без Бога, Бога не знали, но Бог нас знал. Бог не раз спасал. Один раз, помню, на велосипеде с такой большой горки разогнался. И раз, и тормоза отказали. И там прямой угол направо, и там забор каменный. Никуда не денешься, не можешь остановить. Прямо в этот забор, перелетел через забор, поцарапался, но не убился, братья и сестры. Рука Божья хранила меня всю жизнь. Слава Господу. Сына коммуниста, заметьте, за которых вы молились, дедушки, бабушки ваши, молились за коммунистов, потому что был такой режим, верующие гнали, сажали в тюрьмы, но верующие молились за коммунистов, из-за их нащадков. И Господь сегодня сотни коммунистов призывает. Каются у нас в Мельницкой области, каются директора совхозов, каются начальники милиции, каются всякие секретари там, мэры городов каются. Слава Господу. Это молитвы верующие, братья и сестры, которые сидели там, на этих Соловках, в Сибири, положили свои кости, но молились за этот режим коммунистический, и сегодня Бог призывает тех людей. Слава Господу. Господь так вел меня, отец послал меня учиться, потому что хотел, чтобы я был каким-то тоже секретарем там или председателем колхоза, знаете, ну, чтобы я его линию продолжил. Послал учиться сначала в техникум, потом после армии в университет. Но Господь имел свои планы по отношению ко мне. Я этого не знал. Знаете, что вспоминаю жизнь в армии, Господь хранил, я служил на Кавказе, возил генерала. Очень легкая была служба, потому что это не регулярные войска. Я жил с офицерами, ездил там, возил этого генерала по всему за Кавказию, по этих домах отдыха и так дальше. Ну, такая армия была, знаете, как курорт. Самое главное, что Господь меня спас от Афганистана. Целый эшелон водителей ехал с Саратова на Афганистан. Сами водители, полный эшелон, доехали до Баку. Дальше уже они пошли на Кушку, там уже распределение, учебка на Афганистан. И я сам один с Украины, а весь эшелон это были русские ребята с Саратова. Я работал в Саратове на заводе военном. Закончил техникум и работал на военном заводе. Засекреченный завод, меня бы тогда в Америку не пустили, потому что у меня была подписка о невыезде. И оттуда меня призвали в армию. И вот представьте себе, один украинец едет в целый эшелон русских. И меня в Баку, Господь посылает в Тбилиси капитана. Этот капитан по списку посмотрел, а капитан был с Ивано-Франковской области. Посмотрел весь список, один украинец. И он меня с этого эшелона забирает. И мы вдвоем едем в Тбилиси, и я там уже возил генерала. Слава Господу! Чудный Бог! Остальные ребята поехали, я думаю, что многих их не осталось живых. Потому что водители погибали, там сгорали в бензовозах, сгорали в автомобилях, в бронетранспортерах и так дальше. За это слава нашему Господу! Это я уже сейчас так смотрю на свою жизнь, знаете, и видел руку Божью. Бог меня хранил на всех путях моих. Грешника, который не знал Бога, братья и сестры. И таких грешников Бог тысячи спас, за что слава Ему! Как я уже сказал, что я после армии поступил в университет Черновицкий, на факультет радиотехника по своей специальности. И вы знаете, доучился до четвертого курса, поступил без одного, никому ничего не платил, еще в военной форме, имел бумаги от моего начальника, все, дал туда университет. Меня без никаких денег, без никаких, это самое, я поступил в университет. Доучился до четвертого курса, никаких хвостов, ничего, все было сдано. Только начал четвертый курс, и вы знаете, у меня такое побуждение, даже родителей не спрашивал. Родители очень были недовольны, я написал заявление и ушел с университета. Вот не знаю, почему, поймите, я не хотел дальше доучиваться. Потом я уже понял, что это делал Бог, но я тогда это не знал. Я оставил университет, и буквально через несколько месяцев мы с женой объявили покаяние, и я поступил в библейный институт, слава Господу, который успешно закончил. Уже даже братья учились почти год, я год догонял их. Это первый выпуск библейного института в городе Черновцы, я закончил библейный институт. И слава Господу, Бог призвал меня на служение, мы с женой покаялись, приняли Господа. Для родителей это был шок. Отец, и как раз в это время умерла моя бабушка, когда мы покаялись, умерла моя бабушка, которая за нас всех молилась. И я еду на похороны. Родители еще не знают, что я верующий. Я приезжаю на похороны, так Бог сделал, что по дороге у меня два колеса выстрелило, я на похороны не успел. Я приехал, уже шли поминки. А у меня Волга была, брат дал, у меня машина поломалась, он дал мне Волгу. И я полный багажник набил литературы, Библии, Евангелие, первая любовь. И я везу их туда, прямо в дом коммуниста, который был ответственный за партию там. Приезжаю туда, как раз выходят все с поминок, и я каждому вручаю Библию. С такой любовью первой. Даже не думаю, что там отец будет говорить, понимаете. И так все, кто вышел с поминок, все получили Слово Божие. Никто, люди даже в селе не видели, что такое Слово Божие. Вот такое безбожное было село. Только все пили, пьянствовали и окончили многое жизнь самоубийством. У нас больше 30 человек в селе покончила жизнь самоубийством на этой почве. И так враг, просто престол, как престол сатаны. Разобрали новый храм и построили на этом месте клуб. И так танцевали эти года, прямо на этом месте, понимаете. И вот такое село. И я все раздал, это все, все эти Евангелия, Библия. Отец на меня смотрит, не знает, что случилось с сыном. Вы понимаете, что он хотел, чтобы я кем-то большим был. А тут он раздает Слово Божье. Ну, вся родня приехала на похороны бабушки. Все так стоят. И отец говорит ко мне, выбирай сегодня. Или я, или Бог. При всей родне. Все стоят, слушают, смотрят. Я говорю, отец, мне Господь открылся. Там сказано в Слове Божьем, что кто больше любит мне матерь или отца, чем меня, тот меня не достоин. Я выбираю Бога. Для него это была трагедия. Там была одна моя сестра родная. Он обнял ее. И дата говорит, все, я сына потерял. И вы знаете, я три дня там был, три сутки. И три сутки вся родня меня атаковала там. И старались меня переубедить, что Бога нету. Обзывали и Бога. Там дядя один, она безбожник, его уже нету в живых. Обзывали меня, обзывали и Бога. Что они только не делали. Но я стоял на Слове Божьем и держался за Бога. И вы знаете, что тетя моя тоже такая атеистка, приехала с России, жена военного и говорит моему отцу. Говорит, Иван, я где-то слышала, что вот так Библию открываешь, и Бог там говорит. Кто-то ей сказал, хоть она атеистка. И говорит ко мне, ну дай свою Библию. Я даю ей свою Библию, к которой я приехал. Она открывает ее. Как прочитала. И говорит, Иван, иди быстро сюда. Прочитал и отец мой. Знаете, я до сих пор не знаю, что они прочитали. Но они так Библию закрыли, и больше меня никто не трогал. Вот так делает Господь. Слава Господу. Господь им что-то показал в Библии. Что они все отстали от меня и больше меня не трогали. Я так и уехал. Знаете, три с половиной года никаких общений. Родители вообще как отказались от меня, от моей жены. Более того, мать приехала. Ну как, отец еще угрожал по телефону этому брату, где я покаялся на юнгализации. Что он наймет хороших ребят. Что он сына защитит. У него один сын. Там были угрозы. Этот брат не знал, что делать. Знаете, это письмо у меня долгое время хранилось. Потом мать все-таки приехала. И мы после молитвы приехали. И мать прямо под домом побила мою жену вот такой дубиной. Два раза ударила по голове. А потом я поймал ее за руки. Он могла бы ее даже убить. Вот такое и прошли мы от родителей. Но мы молились за них. Несли служение. Везде по церквям просили людей молиться за родителей. И Бог делал свою работу. Слава Господу. После того, как жену избила моя мать. У нее была и так опухоль в голове. Она когда-то упала с 10-метровой высоты в спортзале, в интернате. И у нее там образовалась опухоль. После того, как мать ударила ее, эта опухоль дала рост. И она уже падала в день по 4, по 5, по 6 раз в обморок. И просто отключалась. Ее надо было срочно оперировать в Киеве. У нее уже правую сторону отнимало. Опухоль была в левой стороне 3 на 3. И опухоль дала этот рост. Но Бог благословил духовно. Господь дал ей пророчество. Дал видение после этого. После этого крещения огненного. Дал ей истолкование иных языков. И мы трудились в церкви. Бог дал мне дар иных языков после крещения. Мы просили Духа Святого. Бог крестил нас Духом Святым. И мы трудились в церкви. Но в то же время она была именно с этой проблемой. У нее была опухоль на груди, когда мы пришли к Богу. Господь удалил это. У нее было прицерозное состояние. Господь ее исцелил от этого. И потом еще брат один, помазанник Божий. Был такой Мафтей Тодор. Он жил в Буде под Черновцами. У него дар исцеления. Пастырь этого Авраама, что приезжал, это его дядя. Я уже не помню. Ну, родственник тоже Мафтей. И он сделал моей жене. Мы так в служении были. И она прямо так на молитве раз. И она просто потеряла сознание. И этот пастырь как раз проповедовал. Он с собой всегда елей носил. Спрашивает, что, в чем дело. Мы рассказали, что надо срочно оперировать в Киеве. Что она уже не чувствует ногу, руку. И он там прямо в братской исповедании сделал ей помазание. И Господь удалил эту опухоль с головы. Вы знаете, полностью исчезла опухоль. До сегодня. Вот наш живой Бог делает такие вещи. И делает тем людям, которые выходят с мира. Он исцеляет, показывает, укрепляет веру. Вы знаете, когда Бог меня призывал перед покаянием, я не очень хотел даже в дом молитвы идти. Жена звала бы. У нее мама умерла верующей. За 6 лет до смерти мама покаялась. И она уже как бы была пару раз в доме молитвы. Даже на евангелизации. Один раз выходила на покаяние. Но еще не понимала, как надо. И она меня звала в дом молитвы. Я не хотел идти. Знаете, то штаны не такие, то рубашки нету, то еще что-то. Знаете, но когда я один раз отвез ее на евангелизацию. Служение евангелизационное. Там его село есть, Рыпужинцы, Ставлинского района. И на этом служении приехал евангелист один. И Господь мне показал. Господь просто дал мне веру. Вы знаете, я у Бога не верил. Я даже отчинаш не знал. Но я попал на это служение. Привез жену и привез еще ее соседку. И тут в этом служении этот евангелист молится за больных. Вышли все больные наперед. Моя жена так сзади стояла. У нее были проблемы. У нее было по-женски две операции. Там спайки были, боли в животе. Знаете, вот такое все. И он помолился за этих всех больных. А потом говорит, Господь мне сказал, что там есть сзади женщина. Он сам был немец, евангелист. Теперь был тройной перевод. Знаете, на румынский, с румынского на украинский. И говорит, женщина, иди сюда. Она еще не верит. Три раза он сказал. Моя жена приходит, он за нее помолился. И она побежала на улицу. Туалет, и то все там все вышло. И она сразу, боли исчезли. Потом была еще одна женщина возле меня сидела. Я так сидел на первой скамейке. Женщина сидела на инвалидной коляске. 15 лет она была больна. И эта женщина парализованная. Нога одна усохла настолько. И эта женщина в селе, это не то, что там он с собой ее привез. И я возле этой женщины сижу. И еще одна бабушка пришла, такая скорченная, сгорбленная, что вот так вот под пола смотрит. Знаете? Горбатая такая. И он эти две души оставил на конец молиться, этот евангелист. И я это все видел, вы понимаете? Это все у меня на глазах. Он подходит так к этой женщине, что возле меня. И переводчик переводит. Он говорит, во имя Иисуса встань. И она так раз и стоит возле коляски. Вы знаете, все упали. Тот муж ее привез. Все, собрание упало на колени. Я, сын комбудиста, тоже на колени. Слава Иисусу! Так Бог показал мне и давал веру. Что он может, что он делает. Потом он подходит к этой скорченной женщине. Во имя Иисуса выровняйся! Братья и сестры, как начали трещать кости на весь дом молитвы. Трыс! 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 И эта женщина такая длинная, хоть старая, но она очень длинная. И она такая стоит, как свеча. Все опять упали. И я, сын коммуниста, тоже упал. И все благодарят Бога. Слава Иисусу! Вот это я видел своими глазами. Понимаете? Так Бог меня вел к покаянию и давал веру, и показывал. Слава Господу! И вы знаете, вот так мы молились за родителей. Или я шесть лет молились, через шесть лет покаялась моя мать. Она вот просто свидетельствует. Она говорит, я читала Библию, я хотела узнать, куда сын пошел, что за секта, что... И она читала Библию. Читала, но говорит, вроде все понятно. Каждый день просила у Бога прощения. Знаете, уже Бог в ней работал, но было закрыто. Написано, кому открою, никто не закроет. А кому закрою, никто не откроет. И вот один день она сама потом свидетельствует. Говорит, стою утром, открываю Библию, и все понятно. Шесть лет прошло. Шесть лет молитв. Я говорю, к тем, кто молится за неверующих родителей, за родню, молитесь. Когда Бог откроет, никто не закроет. Слава Иисусу! И моя мать покаялась. Первая в селе, жена бывшего председателя колхоза, она зашла в воду. Не стесняясь всего села, все село стоит. Она первая зашла в воду и приняла крещение в моем селе. Слава Иисусу! Десять лет после этого мать покаялась. Отец тоже еще сопротивлялся. Когда мать принимала крещение, я ему сказал, отец, иди с ними на камеру. И он утром уезжает на рыбалку, чтобы вообще уехать в другую сторону. Уже крещение идет, группа играет, проповедуют братья. Я проповедую, смотрю, едет мой отец вместе с камерой, Господь его ведет. Слава Иисус! Приехал и снимает. Четыре года он еще читал, 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 искал, что, почему сын и мать и жена ушли в эту веру. И что ему привозил? Господь, знаете, что у нас три с половиной года не было общения. Но Господь один раз сказал Духом Святым, езжайте, я эти души приготовил. Дух Святой сказал. Жена моя не могла в это поверить, потому что мать сказала, через мой труп ты придешь ко мне на мой двор. Через мой труп. Вот представьте себе, настолько было, так дьявол дал такое агрессивное сердце. А тут Господь говорит, что я хочу, чтобы вы вместе поехали. Бо я приготовил эти души. Братья и сестры, вы не представляете, какая была встреча. Мы купили хлеб, приходим с хлебом к родителям. Три дня мы были там у них. Я не мог узнать родителей. Так Господь сделал из сердца. Слава Ему! Вы знаете, Бог сильно работал с моей родной, родней. Покаялся через четыре года после мамы, покаялся мой отец. Покаялся мой отец. И потом вместе с моей родная сестра моя покаялась. Это отдельная история. Тоже Бог ее вел. Она была тоже начальник, знаете, центра занятости. Она руководила там все. Но Бог допустил, у нее две дочери. Бог допустил болезнь, рак щитовидки одной из дочерей. Они двойнята. И Бог допустил рак. И через это Господь призвал мою сестру. Слава Господу! Она покаялась, а Господь исцелил мою племянницу от рака. И дал уже, она имеет детей. Слава Господу! Вот так Бог, знаете, одни чудеса. Вот всю жизнь, когда мы уверовали, мне говорят, вот когда-то были чудеса, слышу, среди верующих. Во времена апостолов, вот во времена союза там были. А сейчас нет. Братья и сестры, я откуда уверовал? Одни чудеса. Слава Господу! Вот так Бог вел. Вот так с одного чуда в другое. В 98-м году, когда покаялась моя дочь, она принимала крещение, моей жене Господь сказал, ты умрешь. Ты умрешь. И ступишь там, где никогда не ступала. Она не знала, как умрешь. Тут крещение, день рождения у дочери, и ты умрешь. За два дня Бог сказал ей, Духом Святым. И вот приходит день, день крещения. Крещение прошло хорошо, там на берегу Днестра, но большая горка вверх подниматься. И она, мы привезли группу, там уже мамы не было, пустой дом был, и мы там стол любви сделать хотели после крещения. Взяли продукты, все приготовили, привезли туда, в село. И жена моя, я остался фотографироваться служителями, с крещаемыми, а жена моя пошла наперед, чтобы приготовить там стол с соседкой девочкой неверующей. Они дошли до половины горы. Там такой камень большой, где люди садятся, отдыхают. Большая горка, с Днестра наверх в село. Это Заставницкий район, село Кулевцы такое есть, там возле Залищик недалеко. И она села так на этот камень, начала болеть грудь, и она упала просто на этот камень и все. Потом что оказалось, а я даже не хотел фотографироваться, мне туда тянет в лес. Я бегом бежу, люди уже с леса кричат, Витя, иди быстро, потому что Славе плохо. Я когда прибежал, она уже лежала холодной, уже бездыханной, сердце уже не билось. Потому что оказалось, что у нее был обширный инфаркт сердца. Сердце просто разорвалось, братья и сестры. И я так смотрю, все смотрят, и неверующие, и верующие, все вступили. Вы знаете, как на крещении, там все люди села. Я говорю, что вы смотрите, давайте молиться. Мы могли ее вынести, все, обмыть и похоронить, братья и сестры, вы мертвы. И как начали молиться, я вот так руки держал у нее на голове. Вы знаете, одна молитва прошла, открываем глаза, нет ничего. Я говорю, еще раз молимся, духом молитесь, вот так сказал верующим. Проявление верующих. Начали молиться, духом молимся, открываем глаза, ничего. Я говорю, еще раз, уже служителя подошли. И когда третий раз молились, братья и сестры, ее подкидывают у меня под руками, вот так. Как удар, знаете, как в реанимации, вот бьют, когда этим, знаете. И она так раз, я открываю глаза, смотрю, начало дышать. Лицо бледное, потом начало розоветь лицо. И так потом она открыла глаза, мы ее посадили. Она идти не могла, ноги ватные. И там был на этом крещении маленький мальчик. Ему было 9 лет тогда. И он был крещен Духом Святым, имел дарование. У этого ребенка было около 15 даров. Очень обильно Бог благословил. На это время Бог открыл, что было таких 3 мальчика. Один был в Америке, на американском континенте, один в Китае, один на Украине. Что Бог дал столько дарования. И через этого мальчика Господь сказал, что именно в третьей молитве, говорит, я видел видение, когда вот так небо открылось, в третьей молитве сошел дядя в белой одежде и положил на тетю руку. Это мальчик сказал при неверующих, при всех. Ребенок, что может ребенок показать? И она поднялась, мы ее вели вот так по дру. Этот мальчик, кстати, был в гонениях своей матерью. Они жили в Коломии. Отец был безбожник. Он был в верующей семье, бросил Бога, женился на ней неверующей, на этой Гале. И потом она была в гонениях, и они убежали. Просто он ее чуть не убил. Он ее поломал руку, голову пробил. Она лежала в больнице, и они убежали с Коломии. И они жили в Черноцах. Мы им нашли квартиру, двое детей, мать. И еще убежала ее свекровь. Он еще и свекровь хотел убить. И представьте себе, человек с верующей семьей. Но Господь сказал, так как он, когда мать подарила Библию ему, это уже отдельная история, мама подарила Библию на свадьбу, он так бросил Библию, и Бог потом на молитве сказал, так как он бросил моим словом, так я буду им бросать. Братья и сестры, это отдельная история. Бог так и сделал. Этот человек стал нищий, и потом она, и к ней было слово, будешь еще давать кружку воды ему. Она говорит, как я буду давать, если он меня чуть не убил. И так и случилось. И этот мальчик, он был в гонении, был в это, и тогда мать его принимала крещение. Бо муж не разрешал Коломии принять крещение. То она принимала вместе с моей дочерью крещение. Тогда, когда моя жена умерла. Мы ее вывели наверх, мою жену, она не могла идти. Потом уже после полчаса где-то обновился кровообращение, она уже даже салат набирала, знаете. Мы приехали в Черновцы, у нас через дорогу координационный центр, там реанимация, знакомая там, сестра работала, и мы пошли туда, чтобы ее проверили. Ей проверили, врач говорит, ничего не понимаю, обширный инфаркт. То есть все обследования показывают, что был обширный инфаркт, потому что рубцы на сердце. Говорит, как вы запустили сердце, что вы делали? Я говорю, ничего не делали, никто ее не трогал, мы только молились. И Господь ее поднял, слава Иисусу. И более того, она у меня ничем не лечится, она феноменальный человек, у нее полностью аллергия на все лекарства, мы ее зубы вырываем на живую, на живую. Полностью у нее аллергия, у нее сразу отек, и она может умереть. И он говорит, ее надо лечить. Она говорит, чем вы будете мне лечить? У меня аллергия на все лекарства, я не могу лечиться. И она говорит, он говорит, что у меня еще хуже люди лежат. Но она говорит, я буду лечить меня, тот, который меня поднял, тот меня и вылечит. Слава Иисусу. Это было для свидетельства врачам и в церкви, потому что из церкви немного и поверили, что она воскресла. Вы понимаете? Люди не у всех вера. Она, наверное, в обморок был, вы понимаете? А Господь показал, что была смерть. Более того, она, когда пришла в себя, она рассказывала, говорит, как я вышла из тела. Я видела свое тело, как лежит на камне. Я видела, как вы надо мной молитесь. И потом резко улетела вверх. Белый коридор, такой, как труба. И я быстро там наверху и вижу красивый сад. То, что Бог ей показал за три молитвы. Видела красивый сад. Даже ступила один раз, ступила ногой, что трава вот так объяла, говорит, как шелковая трава объяла ногу. Вот это все, что она почувствовала. Понимаете? И потом сразу вижу опять свое тело. Три молитвы прошло. Не знаю, ну сколько прошло три молитвы. Ну сколько не могут пройти. И она, говорит, сразу тело вижу. Тело холодное, как металл. И я в это тело захожу. Выходить, говорит, очень легко. Умирать очень легко. Только раз и с Иисусом. А вот входить очень тяжело в тело. Но это ее свидетельство. И потом она, мы пошли домой с реанимацией. И на следующей неделе поехали туда. Покойный наш пастырь Николай Рудычук. И дьякон, теперешний пастырь. Коля Гарков. Сделали ей помазание в этом доме, где мама жила. Когда делали помазание, братья и сестры, ее она была как подключена к 380. Такая сила сошла. И Господь исцелил ей полностью сердце. Мы пошли проверять ее. Не одного рубца на сердце. Слава Иисусу. Хотя они пожизненно. Рубцы от обширного инфаркта пожизненно у человека. А рубцы исчезли. Кто это сделал? Иисус. Слава Господу. Я хочу просто, чтобы вера ваша укрепилась. Что Бог делает? Потом, потом Господь... Моя дочь вышла замуж. Господь и с ней имел... Господь допустил рак крови моей дочери. И у жены был рак крови тоже. Господь исцелил ее тоже через этого Тодора, который дважды делал ее помазание. Гемоглобин был 40, железа 0 у моей жены. Они, короче, попали под этот радиационный дождь, когда был после Чернобыля. Когда на парад, помните, все пошли. То моя жена вместе с дочерью не попали под этот радиационный дождь. У лужи были коричневые. В Черновцах. Знаете, и у жены был рак крови, и у дочери тоже. И Господь исцелил мою жену от рака крови. Такого не бывает за одну ночь. Поймите, сегодня сделали помазание, завтра идем проверять гемоглобин в норме, железо в норме. Я ей яблоки набивал вот так гвоздями, чтобы она за ночь стояла, чтобы железо окислялось, и она на другой день ела, чтобы железо добавить в организм. Все, что хочешь, делали. Результатов было ноль. Она была белая, как стена. И вот сделал пастырь помазание. Так Бог сделал, что мы попали на молитву домашнюю, и там Господь ее исцелил. Слава Господу! Потом Господь с дочерью, когда вышла замуж, Бог так вел, так ведет мою семью, я благодарен ему. И дочери умер ребенок первый. Они с зятем ехали, там кто-то их обгонял, хотел вытащить его с машины, бить, знаете, она испугалась очень, и ребенок в утробе просто задохнулся. И она уже месяц ходит, там говорит, что мама что-то болтается, говорит, знаете, мы когда уже пошли к врачам, уже даже дно матки загнило, понимаете? Ее почистили это все, убрали, и у нее пошло заражение в кровь, и потом дошло до рака крови. Ее уже лечили очень сильными лекарствами, дорогими лекарствами, и ничего не помогало. Она имела 39 килограмм. Зять был здесь в Америке, а она на Украине так заболела. Зять был здесь уже в Америку, он приехал отсюда, она два года его ждала, и они поженились. И когда жена моя узнала анализ ее, что у нее рак лейкемия, она просто получила инфаркт прямо на месте. И представьте себе, я на евангелизации Хмельницкой области, назначенной евангелизацией, в соседнем селе, и тут такая весть, у дочери рак крови, а у жены инфаркт. И мне надо идти и проповедовать, братья и сестры. Я приезжаю туда, в Черновцы, но Господь не вел милость, поднял жену, даже не лечилась, и потом Господь сделали помазание, центральная церковь в Черновцах, ее свидетельство есть, кстати, на Ютубе, наберите Алену Мафтей, свидетельство, там и по ночь заключение делает, в журнале было напечатано, и Господь исцеляет мою дочь от рака крови. Слава Иисусу! Более того, в таком состоянии, только кости и кожа, она забеременела. Первый ребенок. Все врачи против, почки откажут. Моя жена писала расписку за нее. Мы взяли на себя. И родился прекрасный мальчик, первый внук наш, Самуил, сейчас очень красиво играет на гитаре, поет, славит Бога. Пять внуков Господь дал. Слава Иисусу! Вот такие чудеса Бога. Много еще свидетельствовать. Отец мой покаялся. В моем селе, когда Господь уже нас послал туда, родилась церковь, Милинской области, сейчас есть церковь, построили дом молитвы, откуда мы здесь в Америке. И отец мой был ответственным, скоммунистом, как апостол Павел, скоммунистом, был ответственным за церковь пять лет. Сейчас уже передал церковь, переехал в Черновцы, уже по старости, сейчас в Черновцах, в третьей церкви номер три, помогает пастырю в служении. Вот такая моя история. Так что, пусть Господь вас всех благословит, пусть это будет вам назидание, что Бог есть живой, Он сегодня призывает людей с этого мира и дает им служение. Слава Иисусу! Здесь тоже продолжаю служение на радио, проповедника в нашей церкви, один из ответственных за молитву в церкви, молимся за крещение Духом Святым, сейчас вот на Пятидесятницу, прошлую Бог хрестил 60 человек в нашей церкви, недавно молились 40 человек, Бог хрестил Духом Святым. Вот такое служение. На радио тоже продолжаю, можете набрать, у меня есть координаты, как выйти, найти страничку, но в Сиэтле, радио «Живая вода», то, что брат Шувел в Хмельницкой области, мы трудились, он сейчас открыл радио в Сиэтле и также участвую в этих радиопередачах. Вот такая моя история, вот такая биография, это для знакомства, может еще раз приеду к вам, хотелось бы сказать и проповедь, но я вижу, что уже времени мало, сказать какое-то слово, если потерпите 10 минут, мы вам что-то и проповедовать, а так для знакомства, свидетельства, пусть Господь всех благословит. Богу слава. Аминь. Пусть братья споют, я даже не хотел создавать свидетельств, так красиво поют такие голоса, я очень благодарен Богу. Цените этим, что есть здесь точка, где прославляется имя Иисуса. Радуйтесь Господом, служите Ему. Это стоит, потому что Господь уже при дверях. Ему слава. Аминь. Господь, я Тебе благодарен за вечный нашественный свет, на сердце Тебя буду славить, и ниже теперь, мой объект. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но мне души дай мечты свои швечты. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, твоя кровь и души, но мне души мои мечты, знаешь, лишь ты. Гроза мои полной печали, и сердце так сильно болит. Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Новые души, мои мечты, Знаешь, лишь ты. Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Новые души, мои мечты, Знаешь, лишь ты. Молитвы тебе посылаю, И верю, услышишь меня, И сердце к тебе вопрогаю, О, Боже, простишь же меня. Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Новые души, мои мечты, Знаешь, лишь ты. Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Новые души, мои мечты, Знаешь, лишь ты. Скажем еще раз, Слава нашему Господу. У меня много есть проповедей, есть семинар даже о дарах Духа Святого. Какие дары есть. Мне пришлось в Оклахоми быть там, у братьев, в Тулзе, там я начал этот семинар. Но я думаю, что и у вас еще будет возможность. Сегодня я хочу кратенько сказать слово. Будем внимательны, еще наберемся терпения. Что такое, братья и сестры, освящение? Оно очень важно. Мир важен, что братья говорили. Единство церкви важно очень. Вот мир и единство, это тоже самое главное. И очень важно, братья и сестры, освящение. И что мы правильно понимали это слово. Потому что многие не понимают. Что он означает. И что освящает на сегодня. Может вы что-то слышали. Но давайте сегодня кратенько это все пройдем так по пунктам. И написано первое послание Хессалоникийцам. Четвертая глава. И в третьем стихе сказано. Ибо воля Божия освящение ваше. Скажем аминь. Мы должны понимать, что такое воля Божья. И что такое освящение. Часто мирские люди говорят верующим. Ты такой святой. Ты такой святой. И сами не понимающие, что это такое святой. Святой, братья и сестры, это человек, который отделен от этого мира для служения Богу. Скажем аминь. Это даже не знак того, что мы такие хорошие. Это просто знак, что Бог отделил человека от мира и поставил себе на служение. Слава Господу. Человек еще не совершенен. У него еще даже могут быть куча всяких недостатков и проблем. Но на нем стоит знак, отделенный. Слава Иисусу. Вот это есть освящение. Поэтому само слово освящение, мы должны, почему должны освящаться? То есть мы должны отделять все, что неугодное. Выбрасывать за борт корабля. Чтобы оно нам не мешало служить Богу. Вот это есть освящение. Вот если ты там делаешь что-то неправильно. Вот есть привычка там кого-то осудить. Освящайся. Выбрось это. Проси Господа. Не можешь сам. Проси Бога. Есть какие-то другие злые привычки. Потому что если смотреть Писание, то коринфяне, они были люди святые. Там апостол пишет, святым коринфи, святым в Ефесе. То есть они были святые. Они отделенные Богом для служения Ему. Но у них были недостатки. У них были проблемы. Коринфян была там и зависть, помните, деления были. Все было. Но люди, это взятые в удел. Это власть, собственность Божия. Слава Иисусу. Это люди святые. Мы должны понимать. Святые это отделенные. Освящение это синоним святости. Быть отделенным для служения. О самом Иисусе даже сказано, что Он, будучи Сыном Божьим, Он посвящал Себя в жертву. То есть со всех людей, Он был Бога-человек, Он был на земле, но со всех людей Он себя как человека посвящал для этой жертвы. Он должен себя принести был в жертву. То есть отделил от всех человеков. Он был Бога-человек, но Он отделил себя, чтобы принести себя как чистого анца в жертву для Бога. Слава Иисусу. Он сам себя посвящал в эту жертву. То есть отделял. Это сказано у Иоанна 17, 19. В Библии слово освящение, оно распространяется даже на некоторые вещи, братья и сестры. На некоторых людей. Например, гора Синай была святая. Почему она была святая? Она тоже была с камня, как все горы. Но от всех гор земли, гора Синай, была отделена, освящена, приготовлена. Для чего? Для того, чтобы Господь там дал заповеди людям. Слава Богу! Мы должны понимать, что такое освящение. Это отделение. В Старом Завете Господь освятил, написано, седьмой день. В качестве дня отдыха. Потом были первенцы от человека, они и до скотины, они были освящены, как бы посвящены для служения, для служения. Первенец в каждой семье, он посвящался Господу для служения. Слава Богу! Отделялся от всех детей, которые были в семье. Это очень важно. Священники были отделены тоже. Они освящались, они отделялись для служения Богу. Существует четыре вида освящения, братья и сестры. Освящение до обращения, будьте внимательны, освящение не только проходит, когда ты покаялся уже в церкви. Освящение еще идет процесс, каким образом? Духом святым. Это записано в Писании, проследите. Второе послание Фессалоникийцам 2.13. Тут сказано, их обращение к Богу, их освящение Духом святым, их вера в истину. Подобные перечисляет апостол Петр, 1 Петра 1.1.2. Там написано, Духом святым, избрание и предназначение, освящение Духом святым, послушание Христу и окропление Его кровью. Слава Иисусу! Значит, что освящает? Каким методом освящается человек? Кровью Иисуса Христа. Второе, чем освящается, это Словом Божьим, братья и сестры. Потому что я даже говорил с проповедниками, такие солидные проповедники, и мне сказали, что только освящение проходит через кровь Иисуса Христа. Не только через кровь Иисуса Христа, братья и сестры. Освящение человека проходит через Слово Божье. Откройте 17 главу Иоанна. 17 глава Иоанна. 17 стих. Освяти ты их истиной. Твое Слово, это есть истина. То есть человек, он освящается и Словом Божьим. Слава Иисусу! Потом Господь освящает и Духом святым. Значит, три силы, которые освящают, это Слово Божье, это Дух Святой и это кровь Иисуса Христа. Слава Господу! Мы должны это понимать, потому что в Старом Завете, я этому брату говорил, брат, если ты считаешь, что только кровь Иисуса Христа, почему в Старом Завете пророков называли святыми. Они были отделены до служения Бога, отделены Духом Святым, потому что Дух Святой сходил на некоторых, на пророков, сходил на некоторых царей даже. Аминь. И Дух Святой отделял их для служения. И также Слово Божье, оно тоже освящает. Мы должны эти вещи понимать, потому что люди думают, что освященные, это ставать лучше и лучше. Да, в каком-то смысле да, потому что ты выбрасываешь то, что тебе не нужно, и ты освящаешься. И ты стоишь лучше. Но, вы должны знать, что освящение – это отделение для служения Богу. Слава Иисусу Христу. Значит, мы прошли это. Поэтому дообращение имеет место освящение. Дух Святой, Он работает с человеком. Запомним это. Второе. Освящение согласно принятого положения. Это при покаянии. Это уже действует кровь Иисуса Христа. Когда человек обращается к Богу, он освящается своим положением. Он принимает покаяние. Господь ставит отметку с этого места. Он отделил его полностью от мира. Кровь Иисуса Христа. Откроем 1 Коринфян, 1 глава и 2 стих. Там важное слово есть. 1 глава, 2 стих. Первое послание Коринфян. Божий Церковь шел к Коринфе, освященным у Христа Иисусе. Призванным святым со всеми, что на всяком месте призывают имя Господа нашего Иисуса Христа. Видите, Божьей Церкви в Коринфе, освященным в Христе Иисусе. То есть, положение в Иисусе Христе, оно дает нам освящение. То есть, в Христе Иисусе мы святые для Бога, отделенные для особого служения Богу. Слава Иисусу! Мы должны это понимать, братья и сестры. Это очень важно. Значит, дальше. Человек, хотя и освящен, как я сказал, он имеет положение в Иисусе Христе, но остается, братья и сестры, в каком-то положении телесным человеком. Есть много телесных всяких привычек, как я сказал, что было с коринфянами. Очищенных людей потом научают, как стать действительно святым человеком. Слава Иисусу! Поэтому мы имеем проповедников, пастыря, нас учат, обучают, учат, что такое кровь Иисуса Христа, что такое Слово Божье. Все эти выражения относятся согласно принятому положению в Иисусе Христе. Значит, и потом, третье освящение, это освящение очень важное, практическое в меру роста христианина. Это повседневное освящение, братья и сестры. Почему оно очень важно? Если первое освящение, вот это, кровь Иисуса, согласно положению, нам Господь дает, то есть, ты только покаялся, Бог тебе незаслуженно простил все греки, ты имеешь это положение, то вот вторая часть освящения, это повседневное освящение в твоей жизни, от этого зависит, войдешь ты тесными вратами или не войдешь. Хотя ты уже спасен, ты уже освящен. Вот сейчас доктрина есть в Америке. Спасенный однажды, вот это первое положение, спасен навеки. То есть, ты это не потеряешь никогда. Это и сложное учение. Надо этого беречься, надо детей своих учить. Мы спасение, мы еле праведность спасется, написано в Библии. Мы должны войти тесными вратами. Мы должны каждый день работать над собой. Избавляться от злых привычек. Человек думает, если у него там какая-то привычка, знаете, такая плохая, не может избавиться от спиртного. Ну, не могу и не могу. Но у меня душа спасена, и Бог все равно меня спасет. И так дальше. Не может избавиться, любит взять чужое, где-то ворует или что. Все равно Бог меня спасет. Поймите, нам надо от этого избавляться. Нам надо преображаться в обрак Христа. Слава Иисусу! Мы должны над собой работать или нет? Аминь! Не надо останавливаться. Не надо успокаиваться. Не надо остановиться, знаете, все, что хочу, делаю, и все равно меня Бог должен спасти. Это положение очень опасное. Потому что многие места Писания говорят, что спасение можно потерять. Мы должны это понимать, братья и сестры. Мы должны так у детей учить, что спасение можно потерять, если ты не будешь освящаться постоянно своей жизнью. Никогда не успокаивайтесь, что злая привычка есть, и я ее оставляю. Она мне так дорога, она такая приятная. Бог грех всегда, он приятен, но он кусает, как змей. И грех ведет к смерти. Аминь! Грех ведет к смерти. Поэтому это очень важно. Будьте святы. Это как приказ идет. Это как повеление. Это не просто просьба. Будьте святы, пожалуйста. А не будете, то так будет хорошо. Это приказ. Это как заповедь. Будьте святы. Освящайтесь. Ибо воля Божья ваше освящение. Слава Иисусу! Пусть Господь нас благословит. Откроем 2-е послание Коринфян, 7-я глава. И там важное есть слово. 2-е послание Коринфян, 7-я глава, 1-й стих. От же, мои возлюбленные, имеющие это обетование, очистим себя от всякой нечистости тела и духа и сотворяем святыню Божьего страха. У меня в Украинской Библии извиняется. Вы прочтите, посмотрите на скрин. Итак, возлюбление, имея такие обетования, очистим себя. Вот это повеление, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Это относится к вот этому пункту. Освящение повседневное. Освящение в своей жизни. Это очень важно. Кто отбросил вот этот этап освящения, он может потерять и то, что он получил в начале, братья и сестры. Может потерять. Поэтому надо прилагать усилия, надо работать над собой. Откроем также 1-е Петра. Тоже важное слово. Первый стих, первая глава с 15-го стиха. С 15-го стиха. «Но и со святым, что призвал вас, будьте сами святы в усем вашем, в всех ваших поступках». Слава Господу! Это тоже апостол Павел, он не просто просит. «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». То есть, если поступки у нас не соответствуют Слову Божьему, надо их исправить. Аминь. Надо отделить это от себя. Заметьте, отделить, выбросить, исправить, приложить усилия. Царство Божие, оно приобретается силой. Так сказал Христос. От времени Иоанна Крестителя Царство Божие берется силой. И кто прилагает усилия, он в него входит. Слава Господу! «Если не приложишь усилия, будешь беспечный, оставишь тебе все привычки, что у тебя есть, не будешь освящаться, а что в конце?» Братья и сестры, это очень важно. Поэтому давайте над этим работать. Это сегодня нам говорит Господь. Значит, следующий человек всегда старается быть таким, как все. Молодежь смотрит на своих сверстников и говорит, ну, они это делают, я это делаю. Всем можно, и мне можно. Это правильный подход? Ты будь примером для всех, в церкви будь примером для братьев, сестер. Если даже кто-то это делает, я это не буду делать. Молодежь так же. Если молодежь вся этим занимается, утром прославляет Бога, а вечером где-то в ночном баре, я это не буду делать. Я еще им скажу, не делайте этого, потому что вы отделены для служения Богу. Слава Иисусу! Вы, ваши уста, ваши глаза, ваши руки, ваше тело отделено для служения Богу. Молодежь, вы это понимаете? Вы отделены для служения Богу. Это привилегия, вы должны этим ценить. Мир этот, он погряз в реках. Он идет на хибар и прославляет своего хозяина. Но вы отделены для служения Богу. Вы должны это понимать, и вы должны над этим работать. Мы люди, взятые Богом в удел. Аллилуйя! Мы должны ощущать всю ответственность положения нашего. Потому что если мы все смываем, тогда смываются границы, как братья проповедуют, знаете? И то можно, и то можно, и то можно, и то налипло, и то налипло, и то делаем то, потом размываются границы. Почему люди не видят, где верующие, где неверующие? Потому что границы размыты, правильно? А если мы будем четко знать границы Божьи, тогда люди будут видеть, это люди Божьи. И будут говорить, это святой пошел. Как говорили об Еремии, говорили о других пророках, святой пошел. И женщина построила ему дом возле своего дома, чтобы он там отдохнул, потому что он был святой. Слава Иисусу! Она видела на нем помазание Божье. Если мы ценим помазание, братья и сестры, то мы не будем делать ничего неугодное Богу. Мы будем знать, что приятно Господу, чтобы сделать Ему приятно. Мы не будем делать зло, чтобы было Ему неприятно, правильно? Потому что мы рождены свыше. Написано, что рожденный свыше, он что? Он не грешит. Почему? Потому что лукавый его не касается. Он имеет место в нем. Иисус сказал, он идет лукавый, но он места во мне не имеет. Слава Иисусу! А если в нас он имеет место, то не поможет ничего, ни прославление, ничего не поможет. Братья и сестры, если дьявол имеет место, потом большие проблемы, братьям надо молиться. Потом за освобождение и так дальше. Поэтому прилагаем в этом усилие, чтобы мы были люди, отделенные, взятые Богом в удел, чтобы дьявол не имел места в нас. Слава Иисусу! И это будет процесс нашего освящения, братья и сестры. Процесс освящения. Слава Иисусу! Я уже буду заканчивать. Написано, Валаам это сказал, кстати, число 23, 9 стих. Сказано, народ, который живет отдельно и между народами не числится. Бог учил Израиля. Он учился разными методами. Он не сказал сеять смешанными семенами на полях. Он не сказал запрягать даже в Вала там и осла вместе, чтобы они не были как язычники. И вскоре Израиль усугубил свою вину, братья и сестры. Он не захотел был отделенным от этого мира. Он захотел так, как в мира, иметь в себе царя. Вы помните этот момент? Что Бог хотел быть царем Израиля. Они захотели царя, как и все люди, язычники. И Бог дал им царя. Но тот царь был им во вред, братья и сестры. Тот царь потерял царство, потерял все. Первый царь Израиля – Солу. Мы знаем все его проблемы, потом и так дальше. То есть, Господь хотел, чтобы Израиль был отделенный от всего мира. И также Господь сегодня хочет, чтобы мы, Церковь Иисуса Христа, чтобы мы были отделены от мира. Чтобы мы не делали дел мира. Чтобы мы не стремились к теми стремлениями, которые есть в мире. То есть, обогащение, всякое среблолюбие, все, что любит мир, всякая власть. Всякое, 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 что поднимает человека. Бог хочет, чтобы мы Ему служили, чтобы мы были Его народом. Чтобы мы исполняли Его волю. Слава Иисусу! Вот это есть освящение. Вот это есть люди, взятые в отдел Богом. И четвертое освящение – это полное освящение. Те, кто будут исполнять вот то освящение повседневное, они получат и полное. Когда оно будет? Для нас это в будущем, братья и сестры, и оно уже не за горами. Откроем 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь Божьи дети. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Слава Иисусу!» Вот это полное освящение. То есть будет полное отделение детей Божьих, церкви, восхищение от этой земли. Вот это полное освящение сделает Господь, и мы увидим Его таким, как Он есть. Слава Иисусу! Мы все переменимся, мы все будем похожи на Него, мы все будем освящены, отделены от этой земли на веки вечные, и будем царствовать с Ним вечно. Аллилуйя Иисусу! Пусть Господь нас благословит, чтобы мы эти все моменты понимали, чтобы мы понимали, что такое освящение, что такое жизнь в Иисусе Христе, что такое люди, взятые в удел для служения Богу. Слава Иисусу! Пусть Господь нас благословит, чтобы мы понимали эти истины и были верны нашему Господу. Чтобы мы никогда не попали в удел непослушных, о чем пишет апостол Петр, о чем пишет апостол Юда. Чтобы мы были послушные дети Божьи. Чтобы мы уважали друг друга, любили друг друга, имели брата большим за себя, прощали друг друга, носили бремена друг друга. Вот это положение истинного христианина. Ни в коем случае никому не буду делать зло. Я буду работать над собой. Я не буду смотреть за братом, за сестрой, я буду за собой смотреть. Вот это есть Твое освящение и правильное положение в Иисусе Христе. О Богу нашему слава! Аминь!